И снова здравствуйте, всем привет! Итак, задался я вопросом. Значит, если идёт пустыня, то в пустыне должен быть ветер. Стал искать в интернете, нашёл один ролик, автору спасибо. Не сразу, конечно, я там разобрался, это только с восьмого раза. Пропустил одну фишку. И вот что хотелось бы сказать. Если вы снимаете ролики, ну не так сильно ускоряйте. Я, конечно, хочу всё это быстрее сделать, но не до такой степени, чтобы смотреть потом, что я пропустил. Тем более английские слова где-то при ускорении теряются. Где-то что-то ты внимания не обратил, быстрый переход. Ну, есть неудобства. Да, мои ролики, конечно, слишком долгие, чтобы смотреть. Но я стараюсь именно показать точно. Если нажимать то это, если это, то есть у вас время, как-то это всё дело потихоньку, да, дольше это, конечно, но думаю, ну, стараюсь ничего не упускать. Так, итак, есть у нас локация. Вот такая локация. Здесь, конечно, сейчас всего больше. Тут уже и водонапорная башня, и железная дорога. Можно сюда поезд добавить, всадников. Ну, конечно, с ноутбуком будет. И так, давайте разбираться, как это всё делать. Значит так, первым делом N-панель. Опять же, я вам нажму Screen Cascade, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Shift-A, добавляем Mesh, добавляем план. Находим, где план. План у меня чёрт и где. Как это дело исправить? Ctrl-Z нажимаем, и Shift. Правая кнопка мыши. Переносим пивот туда, куда нам надо. Так, пивот я хочу перенести, допустим, где-то. Ну, вот сюда, на булгор. Потому что, если будет стоять персонаж где-то вот здесь, там будет стоять, допустим, негр, дуэль у них. А, кстати, ещё нужно эту башню с часами поставить обязательно. Так. Значит так. Пивот есть у нас. Shift-A. Нажимаем Mesh. Нажимаем план. Вот он появился у нас тут. План. Делаем ему R. Как-то пока, чтобы мы его видели. Теперь что делаем? Добавляем Shift-A. Добавляем Куру. Добавляем патч. Путь. Смотрим, где он у нас появился. Так. Теперь. Тут, конечно, видите, теперь неудобно всё это дело делать. Выбираем патч. Заходим в Edit Mode. Значит R. Перекручиваем наш патч. Заходим. Так. Я текстуры пока отключу, чтобы полегче ноуту было. И находим вот здесь функции. Вот в этой функции. Вот она. Находим Normal. Смотрим теперь, куда смотрят наши усики. Усики смотрят у нас не туда. Мы это дело ещё раз переворачиваем, чтобы у нас усики шли куда надо. Так. Теперь. Здесь не прокатывает тройка на нампаде. Там ещё что-то. Нужно всё это дело подгадать, перенести. Так. Вот есть у нас патч. G. Английская. Мы его переводим к нашему вот этому плану. Ну, в принципе, всё подставили, да? Селчок. Теперь что делаем? G. Нам нужно показать вот этой штуке, куда значит лететь нашим вот этим всем частицам. Так. Вот он у нас. Начало G. Я его хочу завести за дом. Другую частицу я тоже переверчу, перекручу. Получается вот такая дорожка. Так. G. Чуть-чуть пусть она на камеру как бы вертелом, да? Вот это всё дело вертится. Так. Ещё вот так вот её поднимаем. И смотрим. Ну, чтобы она так сильно не вертелась. Пусть за здание, конечно, она уходит. Это значит, английская E уходит за здание. И значит G пусть как-нибудь книзу она прижимается. Так. Допустим, книзу прижалась. И значит за здание ушло. Так. Эту вершинку тоже подгадываем. Если она по земле немножко полосанёт, она даже будет лучше. Так. Теперь где-то она пускай поверху пройдёт, да? Вот, допустим, персонаж стоит здесь. Вот. И вокруг него может она обходить. Да? Ветер вот этот. Ну, там потом разберёмся. Так. Всё. Приблизительно есть. Всё. Это дело G. Уходит за здание. Частицы улетают. Теперь заходим в Object Mode. Поэтапно смотрим. Выбирается опять же наш путь. Мы заходим на наш путь. И значит теперь что нам нужно сделать. Создаём значит ей физику. Создаём Force Field. Переключаемся значит внимательно. Вот здесь я чуть-чуть косяка упорол, не услышал. CurveGid. Вот он. Значит Force Field. CurveGid. Всё. Мы это дело нажали. Так. Следом заходим в наш путь. Находим теперь геометрию. На геометрию ставим внизу вот здесь вот Depth. Размер вот её увеличим, какой нам надо. Теперь заходим дальше в Edit Mode. Выбираем какую-нибудь вершину и делаем Alt S. Можем её надуть. Нижнюю допустим. Alt S. Можем уменьшить. Потом смотрим внимательно. Эта пускай будет на понижение. Делаем Alt S. Сделаем её тоньше. А вот эту сделаем Alt S. Сделаем потолще. Чтобы у нас частицы нормально так вот протекали. Теперь у нас здесь можем ещё поделить. Это правая кнопка мыши Subdivide. Здесь значит делаем Alt S. Уменьшаем. Получается маленькая, большая, маленькая, большая. И здесь значит делаем Alt S побольше. А эту конечную Alt S поменьше. Всё. Там она убежала. Всё. Теперь мы это дело сделали. И вот это всё Depth теперь убираем в ноль. Так. Теперь нам нужно выбрать Object Mode. Зайти, выбрать наш вот этот план. И поставить ему физику. Поставить Particle Systems. Так. Это дело поставлено. Теперь Shift A. Добавляем Mesh. Добавляем какую-нибудь штуку, да? Ну, сферы вроде бы прикольные. Ну, давайте попробуем цилиндры. Выбираем цилиндр. Делаем ему S. G. Уберём куда-нибудь вбок и растянем, да? Вот. Всё. Цилиндр есть. Теперь заходим на наши вот эти, как его, план. На наши частицы. Мотаем вниз. И тут сейчас надо уже не по ролику вспомнить, где я их ставил. Значит, да? Филд вертикс группу можно назначить. Текстура for Filt children. Рендер. Вот он. За место рендера ставим Object. На Object ставим наш вот этот вот, наш цилиндр. Смотрим теперь. Всё, цилиндры наши, видите? Всё, частицы полетели. Можем увеличить Skyl. Вот они, чтобы видеть их, да? Вот они, наши частицы. Но, давайте это всё дело, значит, перекрутим нашу вот эту вот заготовку. Так. И, значит, почему она не хочет лететь перекрученная? А ну-ка, выбираем. Опять заходим. Отключаем. По новой попробуем выбрать. Нет, видите, они всё ровно почему-то. Так. Они постоянно летят ровно. Хотя, она должна менять своё положение. Надо с этим тоже разобраться, чтобы менять положение, да? Так, ладно. С этим сейчас тоже разберёмся. Пока у нас вот такая стука, и видите, частиц мало. Ставим хотя бы 4000. О, вот это уже нормально. Но, тогда уменьшаем размер наших вот этих частиц. Чтобы, ну, глазу было вообще не видно, что цилиндры полетели. Правильно? Так. Ещё тогда уменьшаем. Ну, вот, уже получше. Ну, тогда можно ещё добавить. Ну, это, не знаю, а ну-ка. 6000. Ну, вот, их уже побольше. Всё, пыль вроде есть. Что ещё сид? А ну-ка, вариацию. Так, это что у нас? Так, F200. Ставим 250 кадров до конца, чтобы шла. Можно прописывать, значит, потом вот это вот всё дело, чтобы по кадрам где-то она поднялась, где-то уменьшилась. Далее. Так. Ну, в принципе, что? Всё, пыль у нас есть. Всё, зашибись. Если персонаж, вот опять же, видите, нужно будет подгадать вот это всё дело. Можем теперь всё это дело перенести. И, допустим, если персонаж будет где-то стоять, чтобы, ну, перед глазами у него это дело не проносилось, да? Ну, в смысле, по нему. Вот он, допустим, стоит тут. И вот у него раз там понеслись эти все частицы. Опять же, частицы можно, значит, вокруг ног ему вот так вот обвести у персонажа. И чтобы вокруг ног она вот так раз полосанула и исчезла. Тоже будет прикольно, чтобы не так длинный путь, допустим. Путь можно делать маленький, укороченный там. Любой вариант. Обходить любую, допустим, эту, любую препятствию, да? Так. Ну, в принципе, что? Всё. Теперь выглядит, как это. Смотрим. Давайте добавим нашему цилиндру какой-нибудь цвет. Это будет у нас, значит, ну, пускай коричневый, но тёмный. Так, их не видно тёмный вообще, но даже лучше. Сильно не будет бросаться в глаза, вот, допустим, светлый, да? Так, теперь можем ещё на наш план, где он тут находится, вот он, наш план, что мы можем сделать? Мы можем подставить на него тоже цвет какой-нибудь. Ну, опять же, настроить нодами, там, это, там Бог велел, да? Вот. Станем где-нибудь тут. Настроим свет, посмотрим, как сейчас со светом всё это дело будет. Так, лихт. Выбираем, значит, лихт. Находим, где он тут у нас, вот он. И ставим, допустим, солнце. И ставим, ну, где-то 3000. Так, смотрим. Давайте увеличим размер. Выберем наш вот эту, наш план. Вот, часть под землёй, да? Можно это дело ещё, значит, приподнять. Так, а приподнять куда тут уже и некуда. О, нормально. Выбираем наш план. И добавим ещё вот этой штуки. Значит, размерчик, да? Skyo. Skyo Render. О, тут ещё вот эта вот настройка интересная. До половины доведём. А ну-ка, глобальная. Ничего у нас не работает. Object Skyo. Вот такая штука. Так они выходят. Object Rotation. Вот, пусть тоже ещё крутятся. Уже прикольно. Show, Enter. Нормально. Ну, вот такая штукенция, да? Так, для анимации. Вот эту штуку можно, значит, увести куда-нибудь. Без разницы, она уже подключена. Можно её где-нибудь спрятать. Можно также добавить вот эту штукенцию. Вот монитор, да? И вот этот монитор будет говорить то, что рендерить, а то, что нет. И давайте посмотрим, значит, где у нас тут находится план. Вот он план. План давайте отключим, чтобы его не было, значит, на анимации. Можно его также уводить куда-нибудь, прятать там за спину, за столб какой-нибудь и так далее. Ну, это не суть вопроса. Ну, вот при рендере можно его отключить. Вот он план. Мы его отключаем для рендера. И получается, он у нас тогда не виден. Так, если вот эту штуку отключить, тоже нехорошо. Так, с этим делом тоже нужно поработать. Так, R. Свет, чтобы падал, тоже настройку света надо, чтобы тени были, чтобы видно было вот эту нашу пыль. Чуть-чуть, значит, тоскливые такие мотивы. Так, лифт, план, ну-ка. Вот, они вроде бы есть. Вот с этой стороны, видите, они будут видны. Так, а ну-ка. Переключимся на землю. Нет, видите, что цвет совпадает. И видно, что это цилиндры летят. Так, не есть хорошо, конечно. Но с этим можно еще поработать. Цилиндры, это даже хорошо, они будут создавать, как бы, такие полосы. Нормально будет. Так. Можно им добавить вот этой модели какую-нибудь форму, допустим. Ну, чтобы она как бы, как она называется. Такую вот изгиб, как бы, как бы волосатость какую-нибудь, такую не волосатость, а шероховатость придать. Но это тоже можно поработать, подумать, чтобы конкретно, как бы, песочки летели, такие ежики. Ну, это нормально. Так. Так, так, так. Ну, это слишком мало. Нужно это все делать поднастроить. И, значит, добавить им какой-нибудь другой цвет. Я не знаю, какой тут с цветом тоже нужно поиграть. Темно-коричневый, если. Это уже черный получается, значит. Так. Вот, возможно, вот такой какой-нибудь цвет. Ну, да, тогда он и на земле вроде тени падает. Нормально. Так. Ну, вот она тут проходит. Видите, тут верхняя точка. Можно сделать только, чтобы по земле она шла. Широковато я, видно, вот это надул ее. Нужно ее чуть поменьше делать. А ну-ка. Выберем кривую. Зайдем сюда. И, значит, где она тут находится. Так. Это. Депт. Вот он. Видите, да? Ширина какая у него уходит. Нифига себе. Резолюция. Тоже резолюции можно править. Фулкапс. Посмотреть, что это такое. Так. И заходим тогда в Edit Mode. Выбираем у нас вот эти штуки. Alt-S. Вершины. Так, ну, здесь пусть она увеличивается. А вот эту тогда G можно опустить пониже. Тогда вот эту приподнять наоборот. Вот. Какая-то где-то пусть чуть исчезнет. Ну, а эта тогда пусть поднимется. Так, вот эта тоже, наверное, с Alt-S. Чуть уменьшить. Так, вот вы видите, что сороковато она вот здесь идет. Alt-S. Вот. Alt-S. Вот так получше. Alt-S. Но это нужно несколько вариантов сделать. Тогда она будет понятна, что это за штукенция такая. Вот здесь она в землю вроде бы как уходит, да? Здесь пускай, а ну-ка, если G выше приподнимется. Вот, уже нормально. И вот здесь вот, наверное, так, а ну-ка, Alt-S. И вот эту Alt-S тоже делаем поменьше. А эту тогда еще меньше. Тогда и эту Alt-S еще поменьше. Так, а эту тогда G и как будто она ушла за дом. Ну, вот уже прикольненько так. Как убираем это, депт в ноль. Теперь заходим в обжиг мод и смотрим. Все, теперь осталось разобраться, значит, с формой вот этого вот песка. Сделать, чтобы тогда не цилиндры были, а какие. Вот я же повторюсь, что ежики какие-то таких понаделать, типа песчинки, да? И тогда будут они масштабнее смотреться, вроде бы как где-то вытянуться, где-то там шероховатость. И уже не будет видно, что это, допустим, цилиндры летят. Ну, а они когда будут лететь, их, в принципе, не будет видно, что пролетели цилиндры. Будут такие мелкие, быстрые такие полоски, как бы, да? Можно еще что сделать. Смотрите, если мы берем, заходим в обжиг мод, выбираем нашу вот эту всю конструкцию. А ну-ка. Так, вот он план. Так, и теперь, если мы сделаем, допустим, шейф д, его поставим где-то вот сюда, сделаем ему с, сделаем ему g, куда-нибудь подставим, да? А ну-ка, ну, допустим. Можно разные, повторюсь, формы делать. Так, вот как-то так, да? Ну, чтобы дом обходило поверху. И видите, что одна начинает на себя забирать другую, да? Не есть хорошо. Давайте и с этим попробуем по ролику разобраться. выбираем, а ну-ка, да, это отсюда, это оттуда. Выбираем, значит, что вот эту нашу полоску, заходим в force field, и вот здесь у него там другая версия, тут 3,6, максимальная дистанция, да? Давайте переведем, я вот по-английски не очень, так, это значит, английский нам понадобится, русский, смотрим, что тут. Максимальное расстояние, максимальное расстояние тоже. Форма, клампинг, добавление веса, сила спада, теперь добавляем максимальное расстояние, изгиб, радиально, крем, вращение, а ну-ка, давайте крем, и здесь я не знаю, сколько метров ставить, а ну-ка, ну давайте, 500, все равно, видите, он на себя берет, а ну-ка, на эту тоже поставим, давайте, 500, может, разойдутся они как-то, вот тоже, там все нормально, здесь не получается, так, а ну-ка, G, видите, он на себя, этот забирает на себя частицы, так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, выбираем, ну сколько тут еще можно ставить, частота, форма, амплитуда, крем, нет, а ну-ка, хоть нет, хоть да, минимальное расстояние, так, а здесь, если поставим максимальное расстояние, 500 метров, мы поставим, давайте, 30, да, все равно забирает на себя, волна, все равно, тянет эта штука на эту, а ну-ка, здесь ставим, в ноль, здесь ставим, в ноль, а ну-ка, и отсюда начинаем плясать, так, это свое взяла, теперь, значит, выбираем вот эту штуку, здесь ставим в ноль, здесь ставим в ноль, и, значит, от ноля начинаем плясать, 0,5 метров, вот они, волна, с волны можно перейти, завиток, пробуем, крем, вращение, так, ну, здесь вот, интересная штука, она больше, видите, уходит в пол, так, так, вот здесь вот непонятно, это вращение нет, почему это идет вниз, а, на лька идет вниз, ну, давайте на вот это столкновение поставим, на пол, так, это столкновение сработало, но здесь вот и никуда сшибает, теперь, что у нас, все уничтожение, уничтожение нельзя, и получается вот такая снега, да, уничтожение сработало, уничтожение сработало, и так, есть еще вопросы, значит, вот к этой настройке, но, в принципе, вот уже все работает, частицы летают, в принципе, друг другу не притяются, просто нужно их ставить подальше, да, и делать какие-то маленькие моменты, допустим, облет вокруг ноги, где поднимаются бумажки, допустим, вот у нас, да, раз там чуть-чуть добавить части, чтобы как бы они ветром, это все дело как будто гонится, да, ну, чисто визуал, ну, прикольная штука, все, всем пока, до свидания, буду дальше еще искать, рассматривать, значит, эти варианты, какие можно сделать, ссылка на, ссылка на оригинальный ролик будет, значит, в описании, если кому-то надо, заходите, посмотрите, ну, и ссылка на группу ВК, где со временем, вот, все это дело, наработки будут сбросаны, все, всем пока, до свидания, до свидания, до свидания,